Team Secret и SFT Sports. Счет 1-0. Team Secret уверенно выиграли в первой карте. Очень уверенно. Даже не знаю, что еще добавить. И пытаются во второй игре SFT найти себя. Знаменитый распик Operation плюс Некрофос. Логика достаточно простая. Очень хорошо бафает один герой другого. И плюс ко всему Operation не может законтрить Некрофоса, если он в команде с Некрофосом. Забирают также Рубика. Честно скажу, пара суппортов Operation Рубик мне не очень нравится. Потому что качественного роуминга в такой ситуации нет. И также забирают себе Воида. Ну это понятно. Воид это против... Это под того же аппарата. Team Secret. Team Secret опять будут играть через Пугну, Никс Ассасина. Пупей будет на Shadow Demons. И сразу появляется Антимаг. И вообще, насколько я помню, Антимаг смотрится посимпатичнее Воида. Ну все достаточно просто. Если сейчас не появится какой-нибудь Магнус или какой-то герой, который очень жестко контрит Антимага, то Антимаг банально быстрее фармит. Гораздо быстрее. Он мобильнее. То, что он не переживает хроносферу, ну это можно сказать так. Но нельзя смотреть на эту ситуацию настолько однобоко, что Антимаг будет всегда стоять в хроносфере. Дело в том, что Антимаг просто может зафармить больше слотов и за счет этого быть сильнее. Плюс ко всему, Пугна, Никс очень сильный против Некровца. И пока что пик Team Secret мне нравится больше. Дим, чей пик на твой взгляд лучше? Ну, пока Антимаг смотрится поувереннее. Я бы добавил, что Shadow Demon это вообще один из лучших героев против Фейс Элис Войда. И почему-то Фейс Элис Войда решили взять после Shadow Demon. Это весьма странно. Да, действительно. То есть, помимо того, что я сказал, еще можно представить, что да, Антимаг стоит в хроносфере, но его прячут в Disruption, его могут спрятать в Decreepify, если нужно будет. Конечно, это спорное бывает решение, но тем не менее. Не-не-не, знаешь, как можно сделать? Можно спрятать в Decreepify, допустим, и Некрофос тут хочет закинуть свою косу, якобы увеличенный магический урон. И тут Shadow Demon еще прячет его в Disruption. Во. Допустим. Осталось 10 секунд. Так, я вообще бы хотел сказать, что довольно-таки забавные пошли пики у нас в нынешнее время. Поскольку сейчас очень многие верят Некрофоса, и чтобы этого героя не законтрили, сразу берут опорящено на первый-вторый пик. Прямо сходу. Он уже прям какой-то Хускар, который делает за мессией один фраг и начинает бегать, всех убивать. Вот надо как-то контрить. Бан инвокера и инстапик. Манки Кинг. Ну, сверху пик очень хороший. Сверху имеется один герой, который купит Диффуза против Некрофоса. Сверху очень мощный лейт в виде антимага и Манки Кинга. Особенно все это под Shadow Demon. Осталось 10 секунд. Ну и сверху опять же есть Никс Ассасин, который будет с легкостью накрывать Некрофоса. Очень забавно посмотреть, как Войт ставит свою хроносферу, а туда Манки Кинг запускает свой Коммандос. И Войт думает, а стоит ли вообще в этой хроносфере что-то делать? Или ну его нафиг? Потому что все-таки Манки Кинг раздает очень и очень больно. Ну, нужен какой-то ультимативный керри, прям такой супер мощный, который будет способен внести очень много урона в хроносферу. Мне лично кроме Клинкса что-то в голову больше ничего не приходит. Это чтобы стереть за пару секунд. Войт отправить сложно. На стереть тоже пока ничего не приходит в голову. Некрофоса, допустим, отправить в мид или может быть в легкую и взять какого-то Клинкса. Но тут стоит помнить о том, что Пугна, скорее всего, будет играться в сложный, как уже Фата делал. И я ставлю на то, что Манки Кинга отдадут Мидвану, мне так кажется. И именно Мидван будет играть на МК, а Эйс будет на антимаге. Я, конечно, не видел еще, как они с этими героями разбираются, но мне кажется, что будет именно так. Не знает, что пикнуть СТ. Это Тролль. Ну, кстати, Тролль хороший свой дом. Тролль работает. Тролль собирает диффуза против Пугны. Тролль довольно-таки мощно пробивает антимага, особенно пока у антимага нет МКБ. И Тролль может постараться вырубить МК за батл транс. Ну, лейт хороший. В общем-то, лейт теперь и снизу, и сверху очень крутой. Теперь все зависит от хрансферы. Если хрансферу поставят, допустим, на двух героев, то в этом случае у СФТ перевес. Если вдруг, не дай бог, хрансферу поставят на одного героя и шаду демон успеет засейвить, это конец. Это начало конца. Знаешь, я немного удивлен, что не забанили МК, Секреты. И его почему-то СФТ не забрали на третий-четвертый пик. А оставили. Хотя мы знаем, насколько сильный у них Манки Кинг. Кого они здесь испугались? Да, в принципе, они играли против любых абсолютно героев. И смотрелись здорово, боже мой. Берешь вот этот пик МК, ну, допустим, вместо Рубика, и потом добираешь любого другого саппорта. У тебя просто нереальный лейтгейм в виде фэйслес войда, МК, а не кровься. Там просто связка нереально сильная. Арена и хроносфера фэйслес войда. Да. Как-то бабушкин свитер у антимага. Я не знаю, что это за сет. Выглядит немного странно. Работяга с завода больше. Работяга, да, с завода. Такой фартуки, кузнец. Со станка. Со станка такой вернуться. Главное, ведь как на трудах говорили, главное, что всегда была одежда. Халат или фартук с нарукавниками. А. Вот, собственно. Никто не объяснял, почему. Не, он нам объяснял. Но я не могу в эфире, к сожалению, рассказывать, как нам это объяснял наш учитель труда. Но я уверен, что ваш учитель труда был ничуть не хуже в объяснении. Пексу пошел расставлять варды, и обзор уже поставил один. Находит Пексу, видит, что варды при нем. Решает дерзко подкопать. Ну и отпускает. Пексу тоже плюшку ему закинул. Сикреты играют за Радиант. Мы видим, что Фата на пугне. Идет пока что вниз. Манки Кинг. Ну да, от Мидвана, но пока что это вам не пишется, потому что он в виде осла сейчас. Ждут баунтируну. То есть пугна пойдет вниз, а антимакс триплой наверх как-то так, что ли, собираются сделать. Ну, похоже, что так. Вот он. Ну, с другой стороны, можно просто поставить дабл линию. Пока ты не знаешь, кто куда пойдет. Тут на самом деле много вариантов, как все может произойти. Ты просто ставишь дабл линию, а потом от этого отталкиваешься. Ну, наверное, я бы постарался бы на месте МК попробовать найти Фесселеслойда. И против Фесселеслойда МК стоит очень хорошо. А как раз того же, от того самого антимага просто взять и поставить против некропса. Пока что угадывают. Да, он ему ману бернет, и пассивочка против Деспульса у него есть. Смотри, как поставили. Даже не так. Фата идет в мид против тролля, антимаг идет на бот против некропса, а на верхнюю линию мидван на Манки Кинге. Сложный. Ну, по-моему, у Тим Секрет линии выглядит намного лучше. Тут на всех трех линиях у них комфорт. МК засел на елке. Так, а тем временем выход на нижнюю линию, подкоп по таймингу, есть гушраут, и это спасает жизнь Нико. Ну, вот, например, если Некрофос снизу, скорее всего, не сможет подойти к репам, и у него будут большие проблемы, то сверху МК просто залазит на елку и получает львиную долю экспы. Да, Некрофос действительно с трудом подходит. А ведь это не тот герой, который может подфармить как-то лес. Ему это тяжеловато делать. Плюс ко всему, у Некрофоса очень маленькая атака, да и анимация не самая удобная. Именно поэтому, да, вот он сейчас переагривает двух крипов, конечно, но ему очень тяжело будет крипов добивать под антимагом. И говоря уже о том, что Некрофос хорошо регенится, но если антимаг имеет преимущество, он ману выжигает еще лучше. Особенно не один на линии. Да, и он не заблочил спаун. Если бы, например, он заблочил этот спаун, то он мог бы попробовать как-то оттянуть линию к себе подвыщечку и потом аккуратненько стоять. Но из-за того, что этот спаун имеется, и киртам достаточно сделать. Всего лишь нам всего один балл. И линия возвращается обратно. МК тем временем развлекает. Видим, туда прыгнул, сюда прыгнул. Берет Джингу Мастери. Джингу Мастери позволит ему настакивать свою пассивку. И не дай бог она настакается. Как следует. Да, пошел скан от СТ для того, чтобы посмотреть, забирают ли его баунти руны. Его руну забирают, он может с ней смело попрощаться. А, все. А Манки Кинг начинает набивать Войда как боксерскую грушу. Еще и нейтральщика. Бежит за ним я взор. Ну, тролль уходит. Третий уровень. У тролля 10 брони в форме ближнего боя. Попробуй замочить. Манки Кинг ворует всех хрипов медван. Да, 10 брони это жестко. Ну, я так понимаю, 10 брони это подвышкой. Ну, хотя, в принципе, ему тут до вышки бежать-то. Да, вот, подвышкой. Десятка. И мы подвышку бежать не так уж и далеко. Ну, сверху получается как бы не самая крутая линия. То есть, ну, с одной стороны, конечно, Рубик с аппаратом могут работать. Там один поднимает, второй вешает колдфит. Но, допустим, вот МК не подходит на линию, и что делать Рубику с аппаратом? Ну, например, один из них будет пулить хорошо. Это обычно делает пятерка. Например, аппаратчик пулит. И тут, получается, Рубику нужно идти и стараться приносить пользу на карте. Тролль, бодиблок пошел. У пуган, правда, нету больше маны. Ну, броня не спасает от магического урона, поэтому Топсона сейчас жестко пробили. И если Рубик будет бороться в этом случае, то он намного слабее того же Никса Сассасина. А о чем мы... И была речь вначале, что два таких суппорта у тебя нет нормального роуминга. Нету нормального суппорта, который может поточковаться. Две пятерки в очередной раз. Еще одна атака на тролля, но пока что живет. Раскручивает свои топоры, и зря он это сделал. Лоу. Просто Никс его подловил на карапас. Причем, это был единственный шанс, как можно было этого тролля убить. Ошибочка. Ошибка от Топсона. Топсон продолжает закидывать. Мидван тем временем собирает баунти руны. Вражеские. Ебзор собирает и вражеские, и свои. И у него все очень неплохо. Третий уровень имеется. Ну и антимаг. 21 крип на 12. Никуа при этом имеет 4 на 1. МК имеет 9 на 1. Причем Никуа вообще ничего не собирает по баунти руну. Ну и пока ему везет. Он стоит на линии, и на этой линии просто нету Никса Ассасина. Как только сюда подойдет Никса Ассасин, Никуа может смело уходить в лес. Но пока он ничего не делает антимагу. Антимаг просто прифармит и добивает абсолютно всех крипов. Да, у антимага все очень хорошо. Некрофос здесь совсем ничего не может сделать. И это открывает как раз дорогу вот сейчас Никсу. Никс опять подкапывает. Опять у Топсона проблемы. Еще один бласт. Пытается отпиться. Активирует свой карапейс. Ну, Топсона прогоняют. Не убили, конечно, но что сейчас он будет делать? А, вот так вот, да? Пошел похилиться. Ну, привет. Пусть ли вы? За секунду до картины. Как же Фата его прочитал, что сейчас 5.17 и шрайн, скорее всего, полный, и он пойдет хилиться. Наказан. Да, вот, смотрите. Тролль понимает. Он смотрит под ноги такой, что кажется, мне конец. Кажется, я вижу Незербласт. И он абсолютно прав. Ну, пока что 1.0. Что у Манки Кинга? 10 крипов. Третий уровень. Взял бандла Страйк. Не может он никак здесь на Войде набить свою пассивку. Будет все время уходит, но тем не менее. Очень много сил. То есть, за Манки Кингом здесь приходили и три героя, два героя ему вообще ничего не делают. Да. И при этом, если, например, будет борьба за Баунти Руну, то в противостоянии 1.1 Манки Кинг с легкостью выиграет А что делает СТ? Он, видимо, не понял в прошлый раз. Ну все, ему конец. Сейчас декрепифай и бласт. Это тот момент, когда парень вылетел и не посмотрел вообще, что происходит на карте. Это такое бывает. Такое бывает. Верхово нападение. Башик прокует. И еще разок. Нет. Увы. Колдфит не сработал и Манки Кинг здесь выживает. Ну, в итоге Рубик вернулся на родину. Рубик постарался принести пользу сверху, но Манки Кинг уже отошел и Рубик в очередной раз возвращает в центр. Забирает хосту. Как же Топсону тяжело. 25 крипов, но ему просто не дают подходить теперь. О, нашел Курьера, говорит, ребята. А это не Курьер, а это Манки Кинг. Фласку. Мидван, в общем, Мидвану очень весело. Видимо, из-за того, что Пупей набрал трех кор-героев в свою команду, трех кор-исполнителей, ему приходится вот так вот свапать линии и теперь Мидван на сложный. Ну, не знаю, Мидван, по-моему, особо не расстроен. Посмотрите, как он замечательный. Ему нормально. Он просто летит куда-то в Курьере. Ему весело, хорошо. Почему бы и нет? Правда, Некровса нечем убивать, потому что магии никакой нет, только физика. Знаешь, прикольно, если бы, допустим, ты превращаешься во Вражеского Курьера и тут как вражеский Курьер, приходишь в спину и выдавай ему этого. Ну что, Гош Раут будет? Гош Раут пошел. Не знаю, почему Эйс не давал Мановоид в Гош Раут, не совсем понятно, но не суть важна, потому что и так забрали. Мидван, если что, он сделал вот такую вот прогулку, то есть вот так вот он прошел. Набил себе стаки. И возвращается назад. И вернулся. В далекий магазин пошел, в дальний. Фата поднимают его в воздух, сработает колдфит, работает колдфит, здесь же ставится неплохая хроносфера, Фату забирают, Карапасы отключаются, нету еще Рипера, но это минус 2, перетяжка от Иллидана, ну хоть какие-то активные действия у нас в исполнении СФТ, им удается сделать 2 фрага. Хотя, конечно, сделали они это все в пятером и в принципе суть дела это особо не меняет. Все равно Некровсу сейчас будет негде фармить и на легкой линии Манки Кинга выгнать очень тяжело. Тем более, он знает, что хроносферы больше нет. и изберет ПТ. ПТ, орбов Веном, Пурман Шилд, ну, к этому антимагу уже особо не прийти на линию. или дам, прямо на характере идет Манки Кинга. Если бы еще один раз прокнул баш, то по-любому Манки Кинг не успел бы зарядить свою пассивочку и вынужден отпеваться к Ларити. Так, опасно, опасно, опасно. Нашли вы. Рубик, поднимаем, отбасывает, и Илюша бьет, и Илюша фраг заберет. Хорошо, начинают делать какие-то фраги. Фат, правда, при этом спушивает центральную вышку уже, и на этом не собираются останавливаться. Судя по всему, выходит сюда два суппорта. Пупей уже пятого уровня, взял себе третий Шадоу Пойзон. Ябзар имеет также пятый, очень хотят шестой. Видят Топсона, видят Рубика. Атака на Рубика. Пошел настакивать яд, но слишком много урона, еще и Карапаса на всякий случай. Рубик погибает очень быстро. Преимущество медленно, но верно растет, и я хочу посмотреть, что будет делать Иллидан. Какой айтем билд он испробует на этом воиде. Ему нужно как-то не отставать от антимага. Задача, я бы сказал, практически нереальная, учитывая, что антимаг возьмет БФ. Ну, не знаю, даже воид, ну вот Мом, да, все-таки делает Мом, это хоть что-то. Манки Кинг находит его, правда, небольшой мисплей, но станчик, опять Фата мажет лайфдрейном, слишком простой фраг. Они просто пришли вчетвером на топ и забрали воида. И сейчас будут забирать вышку. При этом антимага, ну, только сейчас начинает обижать Некрофос, но антимаг здесь уже может вот так вот позволить себе немножко отступить, пофармить леса, потерпеть, пока его тиммейты забирают вышку, за которую получит золото дополнительное. Дифуза хорошо заходит в лесу войду. Против Пугны работает неплохо. В принципе, Дифуза дает очень много урона. Другое дело, что сразу Раши Дифуза не имеет смысла, так как дают они ну, ловкость, но не супермощные статы. Лучше всего вначале купить себе либо маску в Мэднесс для быстрого фарма. Ну, либо может быть какая-то ЛНК потенциально в будущем, поскольку здесь опять же против тебя играет Никс, и маны у тебя будет очень мало. Сейчас могут антимага зацепить, но очень вовремя уходит. Тем временем понимают, что Нику остается совсем один. И обзор здесь без шансов. Нику, конечно, он никаким образом не убьет. Приходит сюда также пуганно, дает Вейл, нужно отступать. Сверху Манки Кинг подфармливает. К нему перетягивается Воид. Есть хроносфера, нету Мома. Начинает набивать потихонечку стаки, думает, что... Он не знает, что Воид здесь один. Если бы он знал, что Воид здесь один, он бы не стал, мне кажется, даже бежать. Он бы просто набил свои стаки и продолжал бы меситься. Сейвит Катапульту таким вот образом. Ставит вард. Кстати, что по варду? В единицу. Ну вот они любят так играть. Не любят они, максит этот вард. Сначала декрепифай. Ну, пушить надо продолжать. Упугнуть все необходимое есть и очень хочется реализовать дискорд. Нужно бегать и сприсить для антимага. То есть, не обязательно прямо вот идти и на верочку забирать тар. Достаточно просто стянуть сюда противника и сделать так, чтобы за антимагом никто не бегал. Ну и тогда он будет ворваться вперед. По фарму он уже имеет 5600 и ближайший к нему это фейслисвой 4800. Да, уже сильно отстает. Есть отличная сентря. Пошел ультимейт опарейшн и залетает вдвоем бандло страйк. Но это легчайшее минус 2 в исполнении СФТ. Они поставили сентри изначально. Они знали, что здесь стоит Никс и они просто байтили. Да, вот ошибка это то, что Никс попытался пойти под вытчику и кого-то захотел подкопать. Но это ошибка, ошибка, ошибка. То есть лучшее, что можно придумать это просто издалека использовать бласты. И даже если фейслисвой творится и поставят на тебя хроносферу, ты там все равно появишься секунд через 30 и сможешь потом уже идти и смело забирать ТВР. А так минус 2 на ровном месте. И ТП. Ох, как хорошо используют сейчас Карапаса. Несколько ТП. Нужно срочно уходить. Бандлы страйк. И СТ сейчас погибнет. Вышку забирают. На развороте Тролль вгрызается в МК. Манки Кинг продолжает мансовать. Тролль получает подкоп от Ябзера. Врывается сюда антимаг. Но антимагу еще рановато биться вместе с командой. Да, время тратит. Так, что-то побегал, побегал, попрыгал, никого не убил и побежал дальше. Думал, что здесь сладкие булки будут после того, как нету хроносферы, да и быстро убили Рубика. Ну, там, не знаю, там как-то несинхронно все сделали. Опять спрятали Воида в тот момент, когда был бандл страйк. В итоге Воид не получил вообще урона. Тем не менее, 13 минут у антимага сейчас будет готов БФ. Еще не готов, но вот-вот. Правда, встречается он с Воидом. Сверху подфармливает Фата. Фата решил сюда не приходить. Решил, что наверху надежнее. Поднимают Никса, пошли Карапасы. Карапасы не работают, не попадает никто в Карапас и забирают Никс Асасина. Некровс идет в контр-атаку, у него есть коса, он пытается замедлить Пупея, воет, также преследует Пупея и перетяжка троля. И нас Пупея. Тут прям какой-то Space Next Level тут, то есть не пугна спейсер для антимага, чтобы тот фармил, а тут антимаг спейсер для пугны, чтобы пугну фармила. Это необычно. Да, антимаг, не имея батлфури, набрасываются на вышку вместе со своей командой, ну и беспугные, естественно, у них там шансов нет вообще выиграть замес. 4 на 5 без мидера с антимагом научимся. Да, ты как будто рассказываешь прям какую-то страшную сказку. Лост, прекрати, нас смотрят дети. Они не должны слышать, что такое происходит. Дети смотрят Virtus.pro против TwinSpirit. Да, это тоненько. На тоненького. У нас только уважаемые бояре в чатике. У нас только старички, которые болеют за Пупея и Ледана. Еще с тех самых времен. Да. Когда мы играли в подвалах Викнета. Кто знает, может и сейчас кто-то играет из подвала. Мы же не знаем. Тем не менее, 7-7 и очень напоминает предыдущую игру тем, что опять преимущество за Сикретами. Вот сейчас выход на антимага. План Капкан пошел. Хроносфера хорошая. Айсбласт хороший. Минус антимага. Яблочко. Илюша отрабатывает. 4-1-3. На фресли своди делать все возможное. Заметьте бак какой. Некрофос дал косу. Некрофос дает косу, значит фраг должен доставаться ему. Но из-за дебафа аппарейшена там тоже есть такая штука, что кто наносит последний урон перед смертью, тот получает фраг, а не аппарат. Из-за этого фраг получил ледан. Хотя я уверен, что это бак, и фраг должен был получить Некрофос. Шутки шутками, а когда-нибудь... Так, ладно, смотрим за... выходом за Пексу здесь. Ну, кажется, Пексу... Хотя нет, он ставит воронки свои, и сейчас будет очень быстро бегать. Еще одна вороночка. А, нет, шадоу демона использовал ультимейт. Воронки не помогут. Тем временем сверху на Рубика нападение Рубик половина хп. Выживает Рубик и оттянулись. Так вот, шутки шутками, а когда-нибудь Некрофосу понадобится фраг в драке, он ультанет в героя, этот герой ему не достанется, он не получит доп. реген, и... Все. И драка будет проиграна. И вот тогда об этом баге заговорят. Но, пока это не случилось в финале какого-нибудь мажора или минора, мы будем смотреть. Мне, кстати говоря, уже писали об этом баге в ВК. Мне уже кто-то писал. То есть, я прям сейчас вспомнил. Ну, что поделать. В общем, пока Вова не рассмотрит эту ситуацию в дотаскопе, никто ничего не любит. Я думаю, маловато еще, маловато еще. уровень дотаскопа. Один момент, один элемент там какая-нибудь там, да. Одно событие, которое повлекло с собой целую цепочку событий такие такие вау! Это надо нервить. Ну, кстати говоря, серьезно, это вполне реальная ситуация. То есть, это даже не нужно какое-то представлять что-то. Вот эта игра конкретно, и здесь может быть такая ситуация. Пока ее не было, пока что это ничего не решило ровным счетом, что фраг достался воидам. И тем не менее. Манки Кинг ультует с дабл-демеджем, залетает ультимейт опарейшена, попадает краешком в Манки Кинга, приходит аппарат, воид, но нету хроносферы, ставится бласт, отличный подкоп, в итоге должен погибать опарейшен, опарейшен погибает. На этом пока что все, Манки Кинг ловит косу от Некрофса, Некрофос забирает фраг, начинает регенция, идет за Пупеем, параллельно Топсон зарубил Фато, и Пупей пытается сделать ТП, и делает ТП. Выжал СТСТ, чудом, минус два в размен на одного, Пупей еще забирает Рубика, из-за яда, который лежал на Рубике. Я уже думал, все, драка закончена, но в итоге два в два поменялись у Флейнера и Мидера разменяли на двух суппортов. Не самый лучший размен для Сикрет, но антимаг фармит, и вроде как для них это нормально. Ну, у СВТ кое-что есть, они не потратили в этом замесе трансферу, и они могут идти прямо сейчас и устраивать размены. Так-то, если как-то нибудь СВТ устраивает хороший замес и делают хотя бы минус один, то после этого они идут и очень быстро забирают Рошана под батл трансом тролля. Нужно чуть поагрессивнее играть. В аккаунте мага только БФ и Еш, а он в замесе 5 на 5 не представляет из себя ничего. Нужно идти и реализовывать у нас сферу Хэрри. Войд, давай, Илюша. Я. Илюша идет по топу. Фармит себе диффуза, как ты говорил. И его сейчас найдут. Да, к нему здесь массовая вылазка. Ебзор будет его кусать. Сейчас бандл страйк, наверное, сначала, чтобы Разор смог... О, Разор, Никс, конечно. Ебзор смог укусить. Минус сфорит. Да, в очередной раз они стараются воевать против Никса ассайсинного мака. Прячь тролля. Шадоу демон, его прятать не будут, залетает ульта оперейшн, но это всего лишь шадоу демон. Камон. Это несерьезно. И антимаг забирает вышку. Уже почти мандо стайл готов. Фата накачивает лайфдрейном. Купает худ некровств. Прям такого толстячка уходит. Да, и хочет аганим себе сделать. Чаще драться. Но если он делает аганим, не лишнему войду сделать какой-то аганим. Хотя с другой стороны будет здесь керри. Но не единственный керри, есть еще и тролль. То есть можно себе позволить. Тролль будет давать атак спид дополнительный. Сам будет дамажить. Есть некрофос. Но посмотрим. Об этом пока рано говорить. Тем временем здесь тролль нажимает момчик. Но Никс Ассасин совершенно один. Он не будет атаковать. Делают скан. А вот на Пексу можно, если он выйдет далеко. И он выходит далековато. Он ставит в центре. В этот момент его находят. Все таки он убегает. Недостаточно еще у Никс Ассасина урона. Нужен какой-то ассист. 68 хп правда у аппарейшн осталось буквально на пару ударов. Ис уже оторвался на 4000 от воида и на 3000 от тролля. Ну опять же ничего не меняется для СВТМ. Сейчас нужно бегать и по колдауну ставить хроносферу на антимага. Понятное дело, если у фейслис воид с масков мэднес и гипузами, а у противника имеется антимаг с батлфюри Яшей, то антимаг по-любому тебя перефармит, как бы ты ни старался. Делает линкен сферу. Видимо против косы. Хотя возможно может еще и против телекинеза, потому что его останавливать здесь особо нечем. Хроносфера ставится по двум героям, отличная реакция от Элидана и антимаг погибает. Так тебе и линка не поможет. Очень много урона. Тролль успел также дать свой ультимейт. Как-то не хватает все время какого-то подсейва под эту хроносферу. Да и вообще походу не ожидали увидеть, что сейчас им просто наглого хрона поставят. Я обзор, забирает курьера, делает ТП. Плюс 800 золота. 3000 преимущество Сикрет. Несмотря на то, что у них погибает антимаг, преимущество продолжает расти. Манки Кинг приходит, хроносферы нет. Войда поймали. Манки Кинг кастует вукон команд. Очень неприятный вукон команд. Войда отсюда срочно нужно бежать, но да, он успевает выбежать. Залетает ульта в Манки Кинга, падает вышка, тролль прожал БКБ, ворует 3Dance Рубик, запрыгивает на ветку. Как бы мы сейчас самому не отъехать, и обзор тем временем забирает Пексу. Сюда же делает ТП Антимак и нужно бежать. Всем нужно бежать, потому что сполов уже нет, и уходят отсюда игроки СВТ. С переменным успехом то одна другая команда атакует, но как-то очень расслабленно действует на мой взгляд Сикрета. Хотя пока что это не мешает им свое экономическое преимущество реализовывать. Я вот смотрю на Иллидана, у него просто фарм остановился в один момент. Вот там был момент когда у него был 11 у него было 8000 и у антимага было 11. Прошло буквально 2-3 минуты. антимага уже 13 а у Лида на 8500. И ему будет почти нереально догнать. Воит медленно, но верно, превращается в такого позиции 2 воит. Я бы сказал, даже такого оффлейн воита, где тролль будет наносить основной урон, а сам воит за счет пульта тролля в основном дамажит. Так, сейчас нападение. Ой, как много иллюзий антимага. Аккуратно. И мана. Нет, мана закончилась. И все, мановоид, до свидания. Да, какой мановоид, шикарный, залетает. Попытка подтянуть антимага, но не удается. Мановоид, в пугну. И пугну почти удается убить, но не хватает. Это минус 2. Ну, это минус на равном месте. Мага. Две сруны. Я даже не думал убегать. Да, или я даже не думал убегать. Он просто стоял от крипов и в наглую фармил. Ну, за такое нельзя прощать. Во, это те самые графики. Давай, если откроем. Да. Что-то они нам напоминают. 20-я минута и пошел. Пупей, машина включилась. Как я говорю, Пупей одел ребенка в детский сад в школу там собрал. И самое время начинать играть в доту. Раз за разом игра Сигрет выглядит так. Конечно, классный был ультимейт в пуг, но вот такой ультимейт может зарешать попозже, но не в такой ситуации, когда у вас всех убили. И на этом все. Нападение на аппарата. Почему так любят лайфдрейн скрипа давать? Я не понимаю. У Фаты уже не первый раз такая ошибка. Обычно этот парень славился тем, что он очень круто жмет кнопки. Но здесь постоянно я вижу, как зеленая змейка ползет. Я ошибаюсь. Где мы люди? Может быть, не практиковался эту неделю. Напомню, что он неделю не играл по каким-то семейным обстоятельствам. Это фактически первый день сегодня игровой за долгое время. Да, ну, как ты говорил, фарм действительно остановился 8500. Я когда обращал внимание, у него было 8400, сейчас 8500, денег нет. А у Тимага уже 15500, и еще 2000 заработал. Еще 2000, и он будет в два раза богаче фейслис войда. Выход в смоках. Ну, по-моему, читаем, учитывая, что тролль бьет крипов. Манки Кинг ушел на елку. Стоит в очень крутой позиции, его здесь найти будет тяжело. И не знаю, откуда идти. Еще и обзор находится в такой позиции. Он тут ждет курьера. Курьера не видят. Снизу вышка пушится. И она падает. 70 хп, 60 хп остается. 53 47 хп осталось. Надо ее задонять будет. Но сдается мне упугненно. Это свои планы. Тем временем началась драка. И Shadow Demon тут как тут на этот раз. Смогли спасти жизнь Мидвану на мгновение. Но Мидван все же погибает. Однако теперь нет хроносферы. Нет батл транса. Рубик своровал три денс. Заходит Рошана. Минус аппарат. Тем временем в спину заходит Ебзор. Есть сентри но подкапывает Ебзор троллю. Тролли заканчивается мана. Влетел воет на пугну пугну прячет в глимер но пугна погибает. Пока что еще ничего не ясно. Топсон жмет БКБ нажимает стики появляется мана. Должны забирать пупея. Пупей погибает. Только оппарат отдали. И все. Молодцы ребята собрались. Если ты не можешь перефармить своего оппонента то лучшее что можно сделать это пойти и спровоцировать драку на Рошане. В общем то что сейчас СФТ сделали. Минус вышка. Пошла коса. Коса заходит в Крапас. Юл. Антимаг идет за Рубиком. Рубика можно забирать. Забирает Рубик получает диффуз. Использует ман. Использует блин. сжигает всю ману. Рошан все еще жив. Никс разменялся с Рубиком. Не такой плохой размен. Опять же нету маны вообще сейчас. Просто бьют Рошана. Подходит сюда. Запрыгивает антимаг. Вуконг с команд. Палка ставится от Манки Кинга. Манки Кинг набил пассивку и начинает раздавать Элидану. Элидан без маны. Его выталкивают. Байбэк скоро появится хроносфера и есть батл транс. Очередной заход. Транцы на Рошане продолжаются. Да, запрыгивают на шадоу демона. Пошла палка. Шадоу демон живет. Воид очень больно. Воид может погибнуть. Воид погибает. Антимаг также погибает. Размен кэри. У антимага есть байбэк. Тролль практически без маны. Я думаю антимагу стоит байбэкаться если они хотят драться Топсон прожимает ВКБ Манки Кинг запрыгивает уходит обратно на елку поднимают у них с ассасина воздух. Нету диффуза но у них с ассасина забирают. Фата прячет себя в декрепифайд но тут же диффуз и забирают Фата. Антимаг решил так и не байбэкаться и остался один последний герой который может что-то пытаться сделать это медван но его видят его прогоняют с елки еще и могли подрубить елочку. Забирают Рошан СТТ. Преимущество ползет медленно обратно к нулю. Это первый раз по-моему когда Сигретов смогли остановить и не позволить им засноуболить прямо до базы. Теперь есть Аегис. Более того мы видим как в драке тролль очень неплохо с Войдом разбираются с Антимагом. Ну Эйс что-то не так очевидно делает. Тролль и Войд это не те цели на которые стоит обращать внимание. Прежде всего это Рубик Оперейшн. Да теперь даже возникает дилемма а что такого смогут сделать Тим Сигрет. Ну то есть по-хорошему нужно просто идти и отжирать Антимага до супер мощной кондиции. Ну это естественно какой-то башер чтобы он смог хорошенько бить и на его месте можно было бы еще собрать Бутерфай. А вот удар все очень просто. У них имеется храносфера они пошли поставили ее и вот так вот по не супер замысловатой схеме они продолжают бегать и убивать героев. Например пугну пугна одна помощи нет и хорошо казалось бы пугна казалось бы одна цель но блин герой это богатый в топ-2 нет в своей команде и она погибла. Даже без Мома Войд был в кулдауне но батл транса хватает. С Момом он расправляется с Антимагом слишком круто. Как у них есть башар встроенный. Так и пропушили сверху правда Никс Ассасин Антимаг сейчас нужно врываться в Shadow Demon Shadow Demon убить не удается но нет все-таки умирает Shadow Demon поднимают в воздух тролля тролль получает стан вуконг скаман диффуз это должен быть минус Аегис еще раз пробиваем и по итогу он еще и смог уйти врывает и бьет Никса обезьян вуконг скаман от Рубика Рубик начинает сбивать всех минус Monkey King вуконг скаман от Рубика стоит залетает Пугна Пугна где-то спрятался в лесах начинают убивать героев первым падает тролль но это всего лишь навсего Аегис тролль получает стан еще один бласт просто никто не может достать здесь фата он сидит а тем временем антимаг сломал верхние бараки шах и мат легенькая для секрет просто легенькая знаешь даже в такой ситуации когда они просто идут и убивают и убивают и убивают секрет секрет даже в этом случае умудряется выигрывать игру ну получилось что эта драка была совсем не нужна к тому же фата еще каким-то образом застрял в елках где его не смог найти ни один герой редкий случай когда елки не мог никто сломать он просто сидел давал бласты свои скиллы и никто ничего не мог ему сделать в итоге размен был более-менее равный мы видим что 6000 как было так и осталось даже секреты чуть побольше сейчас имеют но сломали терр 3 вышку и сломали верхнюю сторону очевидно секрет в плюсе они остались в плюсе по золоту они выбили аегис и они еще и сломали сторону да вот это дота конечно пошла но здесь уже на таком на классе можно сказать не на макро игре переигрывают а на каких-то фишках на понимании ситуации игровой внимательность внимательность очень много как бывает когда ты допустим играешь там у тебя за место в этот момент уже полностью отдаешься за место и просто не видишь как антимаг идет по другой линии и ломает тебе базу да с никс ассасином он еще и был а никс перетянул сток в самом конце элидан уходит элидан вряд ли его здесь будут бить ждем никс ассасин у тебя появился башен кстати говоря и он достаточно близок к эбису ему остается всего-навсего 500 монет до эбису он будет слишком прочный у него 22 тысячи нетерс у фсс воида всего лишь 11 у фсс воид может уже забыть про то что он будет антимаг убивать с руки и нужно задуматься каких-то артефактов которые просто позволят ему пожить за мисси чтобы можно было живым уйти бкб один из таких артефактов и он собирает бкб последняя тертва будут ли ее сфт оборонять это большой вопрос антимаг забирает дд и теперь вдвойне вопрос он может позволить купить себе эбису прямо сейчас у него есть на это деньги выходит на мид здесь видят опарейшена можно цеплять опарейшена но цепляют некровса некровс уходит в гошраут рубик прыгает пытается что-то своровать но по-моему использует все свои спилы в линкен сферу рубик рубик живет манки кинг вуконг с команд устанавливается воид пытается забрать манки кинга дополнительный армор манки кинга позволяет ему немножечко пожить антимаг с дабл дэмэджем прыгает вперед да это отличный ультимейт но не добивает никого и с дабл дэмэджем нужно драться нет он уходит баши тролля слишком серьезное оружие цепляют воида воид использует таймволк воид живет забрали только мк но воид скорее всего умрет ай-яй-яй-яй буквально еще один прыжок нет секунды не хватает без шансов даже если бы попробовал сделать прыжок стоял в арте и он по-любому погибал рубик ставит вуконг с команд но без шансов вуконг с команд просто никто не заходит духи рубик стоят смотрят на все это безобразие и по итогам размен воида на мк это выгодный размен потому что теперь нет хроносферы а мк всего-навсего оффлейнер и главный кэрри антимаг может продолжать драться тут сейчас ситуация нереально кайфовая 4 героя бегают и патрулируют местность никс остается но там очень тяжело выйти а антимаг просто бегает и фармит всю карту правда вот такие ошибочки лучше всего не допускать потому что все еще силен тролль все еще он может кого-нибудь убить и тролль отправился за никс ассасин ст уходит в глиммер кейп тролль начинает бить антимага антимаг не может выйти из баши использует манту ловит еще один баш топсон превосходит богов нужно бить фату использует диффуз минус фата и остается только никс который убегает отсюда ну грубейшая ошибка использовал эбисал антимаг и после этого шадоу демон прячет героя который он собирается бить зачем-то в дикрипифай о в дисрапшн зачем и такой уже не первый раз это то чего секретом сейчас не хватает для того чтобы мы могли сказать да они безусловно сейчас топ-1 региона ну учитывая что мы видим в квалификациях ликвид безусловно не играют и мы не можем их оценить и это дает шанс еще и никса находят топсон топсон превосходит богов у него 14-2-12 счет и с ним ничего не могут сделать это дает шанс сфт просто взять и перевернуть игру на равном месте потому что от того преимущества которое нарабатывали team secret все это время не осталось вообще ничего а по xp тем более сфт вырвались вперед какая игра-то интересная оказывается 40 секунд без антимага кидают лотус на тролля тролль заходит ничего ничем не могут помешать закидывают в астрал ну просто тянут время рубик ворует незервард это очень неплохая штука правда его сейчас могут убить он пытается поставить этот незервард видимо и его забирают не получилось раз такое пресекли и гем еще выпадает не знаю чей сейчас мы узнаем об этом как только купе его подберет это гем команда сфт который рубик посеял и почему-то никто его не забрал ну как мы видим сфт тоже отвечают такими подарками очень неплохими своим оппонентам они так аккуратненько перемещаются не подставляются чтобы тот же никс ассасин не смог никого убить сейчас очень важный момент нужно каким-то образом отпушить линию сверху чтобы она постоянно не давила потому что из-за того что она давит все время кого-то приходится уходить и после этого пойти и попробовать навязать замес 5 на 5 через хроносферу ульги прям с хроносферами хорошо идет то есть вот он их ставит может быть даже он сам фрагов и не делает но целью за хроносферу умирает нет ну с хроносфера пока что да пока что топовой еще ни одной не было фейловая хроносфера вот сейчас сейчас можно ворваться на пол оп реакция уже наверное да уже наверное замахивался но придумал хорошо расставляют сентри не дают никсу подступить сейчас к себе в принципе то чего не хватало в прошлой игре там как-то таких сентриков не хватало на которых никса ловили и убивали правда сейчас тролль немного ошибается есть бкб конечно ой как больно и его забирают тянул тянул с бкб и натянул пугно ворвался и пугно здесь тоже погибнет прожимает бкб или дам ну антимаг в это время работает нападает на т3 т3 потихонечку падает пугно выкупается и преследует феселис войд феселис войд у нас ставит хроносферу но она скорее защитная потому что убедить будет кого-либо нереально ворует рубик что-то там и подходит за фата к курту к курту он прыгает к курту он прыгает по этим деревьям да что-то непонятное своровал на самом деле я так и не понял потому что у него там все скиллы начали почему-то меняться ну это прыжки по деревьям да да видимо мне показалось мисс чиф своровал так ну вот некрофос понимает что нужно кардинально решать вопрос и покупает себе трэвла трэвла позволит ему все время находиться сверху и отпущивать линию и если вдруг где-нибудь будет драка то он тут же выход видят никса вернее знают что он где-то здесь есть гем поднимают никса в воздух но здесь же пугно никс использует карапас и манки кинг должен врываться ставить в уконгс команд ставят ульта аппаратчна залетает в уконгс команд кривоват фата фату прячет пупей фата живет фата может получить сейчас по голове от некрофса фата погибает стоит все еще нэзер вард эйс разбирается с эллиданом у эллидана нету байбека манки кинг все еще жив стоит вард и рубик чуть ли не погибает манки кинг прыгает но не туда дает бандлы страйк залетает сюда антимаг бандлы страйк попадает по троим антимага нужно бить не выпускать его из баши но никс ассасин подходит и джингу мастери работает от манки кинга очень много урона прыгает дальше манки кинг идет за топсоном топсон отступает этот вард пугный сейчас мы посмотрим файт рекап но мне кажется он слишком много урона нанес пока стоял да мы видим 2900 спугно но это всего лишь три бласта и скорее всего львиная доля нанесена именно вардом и наконец-то айс смог найти свою цель и разобрался с эллиданом что позволило ему чувствовать себя комфортно в драке но с троллем все равно он не может драться но в принципе я думаю что с троллем ни один милишный кэрри драться не может так вот чтобы на равных взял себе 25 к ловкости думаю что это правильное решение здесь и рожан да рожан поет очень быстро ну нужно больше вардов нужно очень много вардов потому что сейчас от хорошей инициации зависит абсолютно все хорошо врывается войд врывается у нас антимаг вместе с никс ассасином и опять же любой герой падает все что теперь нужно делать это желательно покупать гем на все бабки ставить цены чтобы можно было найти никс ассасина которого вот-вот нашли ой молодцы ну и вот так вот потихонечку камбэк отца в игру да нашли только это минус урона и соперник на рошане нужно срочно сюда бежать потому что рошан вот-вот упадет остается совсем немного хп можно подраться если никс ассасина не будет то можно попробовать устроить 4 на 5 сыр аегис аегис естественно антимаг сыр забирает себе шадоу демон и тут еще и фата продолжает кушать никс ассасин и мк постоянно дают свои станы и попадают по нескольким героям что в драке очень круто работает ну это понятно но каждый раз у них есть там возможность застанить одного но они выбирают такую позицию чтобы дать стан там по троим героям по двоим героям и дополнительный и урон и дизейбл фата пропушил нижнюю линию на самом деле одна ошибка и упадет низ и скорее всего упадет еще и центр очень тяжелая игра для сфт 8000 они проигрывают что конечно немного на 41 минуте но еще аегис и сыр у соперника да мы напомним после этой игры будет у нас ну если допустим эту игру с фото выигрывают то у них дальше будет ну фактически новая best of 3 такая свеженькая да а если проигрывают то им нужно три карты выигрывать подряд а это ад ну как как говорили некоторые торопиться некуда даже несмотря на то что есть аегис заходить очень и очень тяжело можно получать сферу и все да можно не ну как будто есть аегис ты конечно же эту консферу может быть и сможешь реализовать фойт выходит сейчас опасная ситуация находит никса фойт нажимает mom не может кастовать monkey king wukong's command кастуется есть еще хроносфера можно ее попробовать поставить ставят хроносферу выходит из wukong's command рубик кастует wukong's command в disruption прячет одного из героев или дан очень много урона от monkey king и от пугны и они просто вдвоем разваливают здесь рубик убивают его в ульте принимает себя в юл погибает остается operation минус operation и только тролль выживает которого по какой-то причине в драке не было он сюда просто не успел ну monkey king со своим дизолятором просто разнес он только себе купил этот дизолятор посмотрите на этот урон 5400 урона он уничтожил воида там еще такой момент воид нажимает на масочку и там еще сверху получается минус 6 брони приятно да и в итоге минус 13 минус 3 байбэка все еще есть аегис но нет хроносфера пошел ultimate operation нет ульта operation цепляют антимаг антимаг на развороте воид погибает в секунду у него нету байбэка остается топсон топсон последний герой но мана воид и у топсона заканчивается хп его добивает monkey king никуа пытается сбежать и гг бежит топсон 2-0 ну байбэков нет не мудрено что написано гг здесь в любом случае упадет трон секрет в своем репертуаре дожали если если бы сфт хотели бы выиграть то скорее всего замес бы они принимали не снизу а где нибудь в районе т3 тавра ну как бы идти драться втроем четвером без мейн керри тролля который бы мог хоть как-то бороться против антимага очень и очень глупо ну и за счет этого как мы видим секрет в очередной раз спидпушили все линии и просто взяли заставив противника ошибиться да вся аналитика пожалуй на этом закончена не было тролля с троллем бы могло получиться что-то потому что посмотрите на то сколько урона он нанес больше всех больше всех в своей команде в игре конечно больше всех нанес урона фата играя за пугну ну и в целом значение у team secret гораздо выше если мы посмотрим 32 20 22 здесь и 30 и в помине ни у кого нет да ну и конечно графики мы видим что в этот раз смогли немножко сфт сделать мини камбэк но этого не хватило все равно секреты ловят где-то в мид гейме где-то в лейт гейме и наказывают за ошибки очень и очень жестко ну что дим 2-0 матч боя для секретов но этого не хватило в мид гейме